3 подписчикам и гостям я джетли и многие почему-то спрашивали почему нет влогов о таблетках и сегодня на радость с тем людям которые хотели узнать что я сейчас пью я снимаю это видео в общем то так если кто-то хочет знать почему я так поправилась но типа не хочет смотреть прошлое видео я отвечу просто сираквили квестиопин это препараты которые вызывают увеличение веса то есть они вызывают аппетит большой и замедляют вашу обмен и замедляют вашу обменку выбираете вес и это происходит очень резко очень быстро и у меня произошло точно так же буквально за два месяца об этом свидетельствуют мои растяжки на ногах на руках вот и это доставляет мне самой немало проблем сейчас я пытаюсь похудеть пытаюсь разогнать свою обменку а это у меня не очень пока получается но я не перед не перестаю пытаться в общем да короче после последнего похода к врача чем не назначили мне назначили сираквили короче теперь не 300 грамм а 150 грамм то есть мы ломаем 300 граммовую таблеточку и к ней надо прибавить господи как же это называется то хлор протексин по моему называется или еще как то в общем это красные таблетки я вам сейчас их покажу думаю те кто их принимал или принимает ну поймут о чем я вот эта таблетка да я надеюсь я видно если не видно извините пожалуйста я не могу по-другому показать потому что не лень как и лень тем кто не хочет смотреть мои прошлые влоги а теперь мне надо пить сираквиль и этот хлор протексин короче на ночь вместе с кутиопином с двумя таблетками потому что кутиопин на самом деле тоже вызывает эту как назвать это повышенный аппетит и днем я стараюсь ну как меньше есть я считаю калории то есть я допустим ем гречку 100 грамм давно пять раз в день понемногу жую корицу чтобы сбить аппетит у меня кстати сейчас такое странное произношение потому что я попыталась короче резко бросить знаете чего произошло а у меня короче опух язык и он неделю короче уже с левой стороны ничего не сходит не сходит это опухоль а все почему потому что левая сторона каким-то неимоверным образом натирается а зубы и когда сплю мне приходится закладывать ватный диск короче на язык чтобы он не терся а зубы это немножко помогает но все равно я просыпаюсь без этого ватного диска хрен знает куда он девается может быть я его ем а потом возмущающего у меня обменка замедленная может быть что-то другое короче не важно вот в целом то что получается в целом мы уменьшаем дозу сераквеля то есть препарата который вызывает у меня аппетит мне еще флоксетин назначили на флоксетин не надо есть днем две таблетки 2 или 3 таблетки вот но честно говоря он у меня уже закончился а рецепт надо получать эти эти получательства рецепт вот такие вот пироги и я думаю я вам буду говорить о том как мне удается не удается худеть на этих таблетках если мне значит что-то еще или урежет я тоже об этом сообщу короче говоря что я теперь делаю я теперь не на вес упор ставлю да то есть типа не на изменение веса кстати я делаю силовое упражнение то есть ставлю акцент не на вес а на объемы то есть я просто беру вот эту штуку и ей замеряюсь пока результаты ну как не сказать что плачевны но не очень хорошие но все-таки они есть и я надеюсь что мне удастся похудеть даже на таблетках потому что если мне не удастся похудеть на таблетках придется либо приплетать жиросжигатели либо отказываться как-то от таблеток но тогда у меня будет проблема с головой скорее всего опять вот как-то оно так как-то оно так получается и поверьте лишний вес он как бы мне тоже мешает мне он тоже не нравится и я делаю все по крайней мере все что в моих силах на данный момент чтобы похудеть надеюсь вы меня и в этом тоже будете поддерживать потому что с лишним весом мне очень трудно ходить на дальние расстояния на дальние дистанции не очень здорово подниматься по лестнице потому что все это это лишние килограммы ты их чувствуешь и не мешают в общем я хочу вернуться в свой стандартный вес 50 кг там 48 50 и с объемами как у меня были в общем вот спасибо вам за внимание это первое видео можно сказать в этом году я надеюсь что картинка стала получше потому что я нашла зарядку для софита и зарядила его использовала петличку кстати говорят да мы еще готовим одну песенку но пока нам под ней пишут музыку я думаю как-нибудь потом выкрутимся вот я надеюсь что вы будете меня поддерживать потому что если вам будет нужна поддержка я ее обязательно окажу мне просто стоит только написать об этом я общаюсь со всеми кто мне пишет вот и вам большое спасибо за просмотр простите за мой язык говорок короче простите за видео ну и в общем то всем пока